Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Как всегда, рада вас приветствовать. Энергетика – вещь невесомая, ее потрогать нельзя. И о ней говоришь только в том случае, когда сталкиваешься с ситуациями, когда, например, перед тобой появился человек в компании, в транспорте, на работе. Он тебе еще ничего не сказал, он ничего не сделал тебе. А ты чувствуешь в его присутствии откровенный дискомфорт. Ну, все бы отдал, чтобы только этого человека не видеть или подальше от него держаться. Причин его оскорблять, говорить ему грубые слова у вас нету, потому что он вас не обижал. Вы на каком-то внутреннем подсознательном уровне чувствуете, что этот человек вам не приятен. То же самое можно рассмотреть с обратной точки зрения. Вы заходите и чувствуете от этого человека какое-то исходное надежда для вас, тепло, вам с ним хорошо. Вы еще с ним не общались, и он вам тоже ни одного слова не сказал. Но вы не чувствуете дискомфорта от его пребывания. Так вот, мы говорим о том, чего нету. Что мы чувствуем кожей, подсознанием, каким-то шестым чувством, двадцать девятым намеком на это чувство и так далее. Ведь кажется, что нас предупреждает. От чего мы чувствуем вот эти вот вещи, которые только что обсудили. И я доподлинно знаю, что 99% из вас уже обращали внимание на подобные вещи. И даже глаза этот человек может закрыть, потому что глаза – это зеркало души. И по взгляду быстрее считываешь информацию с него, даже если он еще не предпринял никакого-то шага. Но вот эта внутренняя приятственность или неприятственность и есть те флюиды, которые мы излучаем. У каждого из нас есть аура. Человеку со своей аурой, возможно, комфортно. Он с ней в противоречие не вступает. Но ваша аура, соединившись с его на близком расстоянии, получает импульсы, несозвучные себе. Отсюда у вас возникают в голове сигналы. Возможно, этот человек нехороший. Для кого-то другого он может быть безупречным. Но именно для вас этот человек действительно может оказаться достаточно тяжелым в общении, не очень приятным. И даже если он никакой вам пакости не сделает, вряд ли вы выдержите долго его в большом количестве, недалеко от своей персоны. Итак, мы говорим об энергетике. Именно об этих вещах, которые никакого физического проявления не имеют, но очень болезненно зацепляют какие-то струны внутри нас. Поэтому я понимаю так, что вам будет сложно быть, может, смириться с этой мыслью. И вы скажете, что я вас увожу в какие-то дебри средневековья. Но могу вас успокоить, дорогие мои друзья. Именно благодаря тому, что мы живем в просвещенное время, и уже физически доказано магнитное поле, которое от нас исходит, поэтому в данном случае, если не верите мне, то поверьте физикам, действительно наши магнитные поля могут или отторгать друг друга, или привлекать. Энергетика эта летучая, потрогать ее нельзя. Но если мы часто находимся в одном и том же помещении, одеваем вещи, одеваем обувь, одеваем или берем в руки одни и те же предметы, вольно или невольно, мы эти предметы начинаем своими магнитными полями заряжать. Вот такое ощущение, вы точно знаете, это ваша вещь, да, вы ее можете, даже если вам завязать глаза, вы ее нащупаете, и точно поймете, что это ваше. Если вы, так сказать, в тонкой организации, и как антенны считываете вот эти магнитные поля, люди же разные есть. И те, кто называются экстрасенсами, это люди, которые получают ясновидение, но не потому, что они его заказывали или хотели. Природа их создала более чувствительной антенны по отношению к тем энергетикам, которые мы сейчас с вами изучаем. Даже нам, не будучи экстрасенсом, понятно, о чем мы, в принципе, говорим, да, вот это приятие или неприятие человека, до того даже, как он успел рот открыть. А экстрасенсы получают информацию более обширную, более направленную. Они не просили этих даров. И иногда они просто затрудняют жизнь этим людям, безусловно. Ну, а таковыми они родились. И, естественно, дорогие мои друзья, наши вещи персональные, лично наши, накапливают именно нашу энергетику прежде всего. Вот помните, сколько было споров на тему секонд-хенд носим или секонд-хенд не носим. С точки зрения энергетической, о которой я сейчас говорю, секонд-хенд запрещен автоматически. Потому что, как бы ни ухищрялись люди всякими химическими препаратами, они могут очистить вещь от физического нашего проявления, пот, там какие-то, в общем-то, еще истории. От этого, конечно, вещь можно избавить. Но энергетика бывает въедается в вещь гораздо глубже, чем все остальное. И это не подлежит химическому воздействию. Значит, потер хорошо и всего освободился. Если у человека судьба приличная, все нормально, да, то, естественно, вещь с его плеча, вы его не видели, не знали, в принципе, вам особого вреда и не принесет. Но ведь в секонд-хенде происходит лотерея. Часть вещей, которые вы видите на тремпелях, может оказаться списанной коллекцией. Например, тогда висят бирки, и это понятное дело, что просто уценка. Такие вещи можно брать и брать совершенно спокойно. Это вещи из магазина, но не распроданы. И пройдя все скидки, в результате оказывается там, где, в общем-то, не выбрасываем, но хотя бы в добрые руки отдают. Это отдельная кухня. Есть вещи, которые берутся у людей. Ну, надоела эта вещь, ее относят к неимущим, так сказать, и потом она в тюках, сброшенная как попало, приезжает туда, где это все разбирают, эти развалы, завалы, а потом она оказывается в секонд-хенде. Есть категория вещей, когда человек умирает, и дома уже не в моготу терпеть его вещи, их тоже относят в подобные же центры, и тогда энергетика смерти может вполне осесть на чьи-то плечи. Поэтому, когда ты идешь в секонд-хенд, ты всегда идешь на лотерею. Это своего рода русская рулетка. Многие скажут, я ношу вещи секонд-хенда и чувствую себя хорошо и нормально. И слава богу, значит, вам повезло. А кому-то не везет. И поскольку мы, скажем так, с этой энергетикой надо быть достаточно серьезно настороженными, я все-таки считаю, что секонд-хенд, мы все носили секонд-хенд. Его берут, например, на огород, вот вам нужны вещи, которые не жалко. Пошел, за три копейки набрал каких-нибудь велосипедок и футболок, и ты уже в сахаре. И работаешь с себя, и чувствуешь себя хорошо. А потом начинаются какие-то катаклизмы, болезни с организмом, какие-то трансформации, каких раньше не было. Но ведь можно сказать, что это, так сказать, хроническое заболевание ранее скрытое, да? А может быть, это была провокация чужой энергетики. Такое тоже может быть. Поэтому здесь вопрос отдельный. Если вы смельчак и любите с жизнью разговаривать, я делаю, что хочу, и отвечаю за последствия, которые делаю, тогда, пожалуйста, продолжайте рисковать. Но лишний раз, конечно, лучше задуматься. Наиболее оптимальный вариант – это списанные коллекции. Надеюсь, вы меня услышали, да? Их никто еще на себя не одевал, и кроме ауры производства и магазина, они не видели ничего. То, что наша энергетика оседает не только на вещах, но и на стенах дома. Вот я тысячу раз говорила, если в доме идет постоянное раздрае, скандалы, матерешины слова, которые являются проклятием в чистом виде, неприкрытым. Это конфигурация непонятных букв, но которые изначально складывались с таким расчетом, чтобы каждое матерешинное слово превращалось в серьезный энергетический удар. Мат создавался не для связки слов-предложения, а для уничтожения вражеской ауры. Именно туда оно направлено. Кроме некоторых слов, которые, понятно, там, когда употребляется, типа как родственник упоминается, да? Вот. Остальное все выглядит полной белибердой, правильно? Но эта белиберда имеет определенные вибрации, которые, естественно, опронзив противника, оседают на стенах и держатся там как липучие какие-то наплывы, которые вымыть невозможно. Вы можете драйвить дом сколь угодно, но если грязь обычную можно просто смыть и успокоиться, энергетическая грязь так легко не уходит. Дом выглядит, возможно, ухоженным и вопрятным, но хранит в себе ауру постоянных выяснений отношений и прочее. Вот та тягучая энергетика, которую мы сейчас обсуждаем, химическим препаратам не поддается. И обычно ее чистят либо при помощи церковных свечей, либо вожженных, например, тех же веточек можжевельника, когда этот несколько для вас удушливый дым, и он начинает разрушать те налипшие медузообразные ужасы, которые накопились от вашего невоздержанного языка, мата, который вы употребляете по поводу и без. И вообще, как бы своей агрессией уже давно превратили ауру вашего дома в разрушающую. В таких домах неудобно, плохо, в ней болеют и дети, и старики. Из этого дома хочется вылететь, как пуля. Это чернота, черная дыра, в которую все хорошее залетает, перемалывается, как на мясорубке, никому радости не доставляет. Здесь не смеются, здесь плачут и скандалят. Вот что такое энергетика. В теплых, уютных домах, где лат и любовь, от этого дома исходит аура благополучия. Вот та энергетика, которую населили в этот дом. Поэтому, дорогие мои друзья, это разговор не для одного видео. Мы с едва только касаемся этих тем. Но на самом деле энергетика – это очень серьезный вопрос. И вы ее считываете не потому, что у вас есть информация, что здесь до вас жили 10 семей, и они поубивались, и вы 11-ая, и вас ждет примерно то же самое. И вы в том же духе будете продолжать. Вы это чувствуете на уровне подсознания. Вы вошли в квартиру, и вам плохо. Вам хочется из нее бежать. Это энергетика, накопленная этим зданием от нерадивых людей, от несложившихся судеб, от тяжелых болезней, которые здесь переживались, от тех событий, которые, увы, конечно, все скажут, мы тогда купим новострой. Но новострой, дорогие мои друзья, это тогда ваша забота. Чем вы его напитаете, таким он и будет для вас. Поэтому никогда в доме нельзя ни с баранными словами сорить, ни устраивать сцены скандалов. Но вы бы не стали, наверное, брать, садиться в новую машину, ее просто разбивать, разогнались и стенку вылипли. Просто так, на ровном месте. То же самое происходит и с вашим жилищем. Вы можете его создать, а можете так вот разбить об стенку. И причем этот процесс идет быстро, незаметно, на энергетическом уровне. Ну что там такого? А я привыкла материться. У меня через слово мать-перемать, и потом еще чего-нибудь, и забери у меня матный, и поговорить не о чем. Ну и продолжайте в том же духе. Только не удивляйтесь, что в вашем доме неуютно, что здесь поселилась бедната, что тут то пожар, то залило, то приключилось. Это же ваши вот эти все выбрехи, вот эти ваши маты, которые в этом наплевали на стены, и ходите, любуйтесь. Ах, какие красивые обои. Это они внешне красивые, а внутри они хуже адских стен. Я привела эти примеры с вещами, с домами, только для того, чтобы вы поняли. От того, что мы носим внутри себя, таким мы и делаем наше окружение. И это не видно. Это не отпечатки пальцев на стеклянной поверхности, которая может у вас сиять всеми цветами радуги и чистоты. Но если ваша душа грязна, и ваша энергетика, соответственно, впитывает, а куда ей деваться? Вы же ее излучаете просто, как, знаете, рентгеновский аппарат. Ей некуда деваться. Она села на одежду. На одежде накопилось слишком много. Она пошла в атмосферу. Прилипла на том, что рядом с вами, и вот так вот мы и наполняем дом либо уютом, либо теплом. Вот. Все же лежит на поверхности. Вот мы часто говорим, что у человека есть харизма, да? Вы доброго человека можете увидеть и точно знать, что он добрый, открытый. От него исходит свет. Ну, просто, знаете, как вот, он как солнце светится, он ничего не делает, он просто может разговаривать или там что-то, ну, рисовать, что угодно. Но от него исходят вот такие свечения. Вот эта харизма, о которой мы говорим, и есть энергетические потоки. И эти энергетические потоки заряжает сам человек. Злой тоже излучает, так сказать, харизму, но она совсем другого направления. И когда я думала вот над этим видео, ну, смысл его, да, ну, вот что я вам хочу донести. Конечно, первое, что мне хотелось сказать, не уничтожайте собственные дома. Вы не представляете, во что вы их... Я как-то уже поднимала эту тему, я говорю, вы понимаете, вы живете в помойном ведре, а думаете, что вы живете просто в строении, у вас-то все гладенько, дорого-богато, и, в общем-то, вам все завидуют, потому что у вас тут все замечательно. Вам никто не завидует. В вашем доме душно. И отравили вы его лично, самолично. И бесполезно его украшать, пока вы не измените сами, и не измените свое отношение к миру, к жизни и так далее, вы будете излучать это ауру хамства, стяжательства, мерзостного отношения к людям, жестокости, эгоизма и так далее и тому подобное. И все это развесится гирляндами убогими на ваших дорогих мраморных полах и стенах. Так что в энергетике великая сила и великая беда, если так на нее посмотреть достаточно серьезно. Ну и некоторое предубеждение к секунду, которое я говорила. Вы не знаете, дорогие мои друзья, судьбу человека, кто носил это до вас. Что с ним было, какова его жизнь, какова длина той была жизни. И что вообще происходило с этим человеком, когда вы, так сказать, получили вот этот секунду, удобный, быстрый, копеечный. Вот. Эта энергетика не вымывается никакими мыльными и химическими средствами. И добавившись к вашей, особенно в недобрый час, когда ваше энергетическое поле могло быть ослаблено. А у нас уже всех, вот, например, перед днем рождения наши биоритмы приходят практически к нулю. Вот почему часто перед днем рождения люди заболевают, не очень себя хорошо чувствуют, и настроение отнюдь совершенно не празднично. А все легко и понять. Каждый год мы становимся младенцами, совершенно беззащитными перед жизнью. Мы энергетически не можем защищаться. И в этот момент вы пошли и решили себе в канун праздничка сделать недорогой, но интересный подарочек. Что-то купили в секонд-хенде, нарядились, и пошла жара, болезни и так далее и тому подобное. Это не с каждой вещью. Но ведь никто же нам не предлагает вещи с биографией, чтобы мы знали, что было, кто дал и по какому поводу это случилось. Вот почему, говорю, когда вещи с чужого плеча, есть вероятность приобрести чужую судьбу в том числе. То же касается и венчальных платьев. Многие берут на прокат. Многие считают, что это нормально. Или взял у подружки, а что там на один день, а дальше все. Ну и поживите тогда судьбой подружки. Если она уже в разводе, то, вероятно, и вас постигнет практически та же участь. Кого-то пронесет, а кого-то нет. Ну вы же понимаете, в чем дело. Я же вам говорю, что все покупают лотерейные билеты, но выигрывает три человека, все остальные в проигрыше. И так и с этими вещами. Мало ли, в какую категорию вы попадете, пронесет вас или нет. Поэтому думайте, дорогие мои друзья, энергетика – вещь, которую нельзя пощупать, но можно ее влияние потом проследить на виражах судьбы, которые с тобой начнут производить страшную ревизию, ломать тебя об колено по разным причинам, потому что ты получил толчок чужой энергетики. И она начинает, вплетаясь в твою энергетику, менять твою судьбу. Добро бы к лучшему, знаете так. А бывает, но-то и по-разному. Вы мне можете возразить и сказать, что на приличные вещи, скажем, финансы не позволяют. И для вас это единственный способ, так сказать, деваться и тогда. Давайте тогда подумаем о тех способах, которые могут воздействовать именно на энергетику вещей, которые, собственно говоря, вы собираетесь одевать. Поскольку энергетика, как вы поняли, стиральному порошку не поддается, значит, соответственно, надо брать за руководство те методы, которые влияют на энергетику. И для дома, и, собственно говоря, далеко ходить не надо. Я уже говорила, еще раз повторю, мне не тяжело. Полыть в доме надо почаще мыть соленой водой. Обычная поваренная соль или морская, добавленная немного в воду, совершает свое действие. Соль в энергетическом смысле несет с собой энергетику очищения. Так что, периодически помыв полы солью, вы хотя бы имеете возможность избавить полы от негатива, который они на себе поднакопили. Соль можно добавлять и в средства, которыми вы ухаживаете за своим кафелем. По возможности, где нужно что-то протереть, лучше это делать солевым раствором. Количество соли здесь не имеет значения. Главное, чтобы вы думали о том, что соль вам поможет избавить от лишней и дурной энергетики ваше строение, и этого будет вполне достаточно. Можно делать дополнение ко всему прочему. Церковную свечу купить, принести ее домой. На парафиновую, конечно, денег надо меньше, на восковую больше. Да я предлагаю восковую. Берете аккуратненько свечку, зажигаете, не спеша, не размахивая ей возле шторы и прочее. Идете по периметру вашей комнаты, задерживаетесь в углах немножко, вы увидите, что в углах ваша свеча начнет неожиданно коптить. Это копчение и есть сжигание негативной энергии, которая там поднакопилась. Прошлись в круговую, где начали туда и пришли. Можно переходить в следующую комнату. И такие вещи необходимо делать. И существует еще даже в сувенирных магазинах колокольчики достаточно приятным звоном. И многие же не понимают, что это такое. То ли прислугу подзывать, но у вас нет прислуги. В общем, бирюлька не нужная никому. Рыбаки это привязывают, например, на донку, чтобы она сигнализировала. Но у колокольчиков есть именно магическая энергетическая сила. Прозванивайте. Подошли к углу и просто позвонили. Дело в том, что звон колокольчиков не выносим для негативной энергетики. Вот так вот потихонечку, периодически, раз в неделю, прозванивая во время уборки хотя бы углы, а также места, где у вас вечно лежит хлам, а ему все-таки надо давать боль. И чуланы свои заветные, где у вас хранится то, что вам 300 лет не понадобится, но расслабиться с ним невозможно. Вот там, где за столы происходят энергетики, хотя бы прозванивайте колокольчиком. Увидите, какая совсем другая будет аура в вашем доме. Ну и ветки можжевельника, которые в магическом смысле стоят на защите всего, от чего, что вы хотите сохранить, от дурного глаза, от воздействия, от пожелания, от тех гадостей, которые вы сами уже совершили. Значит, тогда у вас должен быть тазик предусмотренный для этого металлический. Туда вы складываете веточки, они гореть не будут, они будут тлеть. И вот этот дымок, который будет распространяться в вашей комнате, есть, собственно говоря, борьба с негативной энергетикой. Потом открываете фурточки, проветриваете помещение, и вы почувствуете совсем по-другому. Вам в этом помещении начнут легче дышаться. Проверена уже практика. Совсем другая аура. Вот разница между неубранной квартирой и убранной, всем же известно, да? Вот точно так же и тут. Когда убираешь негативную энергетику, сразу ощущение радости появляется, желание возвращаться в этот дом и прочее. Ну, с домом всё ясно. А что же делать с вещами? Свечам это не придашь, можжевельник туда не засунешь. Существуют другие практики. Когда вы приносите свою вещь из секонд-хенда, даже если она хорошо постирана была перед этим, она требует постирки. И прежде чем вы её включите, стиральную машину, помимо там подушечки для стирания, пригоршня соли должна там оказаться. Что сделает соль, я вам говорила. В данном случае мы боремся с чужой энергетикой. И первое, что мы делаем, это добавляем соль перед стиркой. Дальше уже не наша задача. Стиральная машина произведёт все свои действия. Прошу прощения, соль тоже. Это первый энергетический метод, который можно применить. Есть ещё метод, но вы его делаете, ни с кем не обсуждаете, ничего никому не рассказываете. Если у вас есть кристалл минерала любого, это может быть любой камушек, который вы даже в сувенирных целях держите дома, яшма, агаты всякого рода и прочее. И даже если есть небольшой камушек, там бычий глаз, тигровый глаз, соколиный глаз, то есть все глазковые агаты в данном случае очень здорово работают, как защитники. Достаточно даже небольшой камушек завернуть потом в высохшую одежду, которую вы там с солью, собственно говоря, постирали. И вот эта аккуратно сложенная вещь, на неё кладётся глазковый агат. Вот. И оставьте на ночь, если знаете, что вам в это окошко заглядывает луна по ночам, вот, а вы видите просто из окна, часто там луну. И потом луна уйдёт, утренние лучи, солнышко посветят на вашу, так сказать, вещь, а также на глазковый агат. Всё. Это тоже считается в магическом смысле освобождение от негативной энергетики. Это можно сделать. И глазковые агаты, это они тайны за семью печатями, они часто продаются, поскольку камни недорогие. Но что искать, вы уж теперь понимаете, вам нужен глазковый агат. Соколиный глаз, тигровый глаз, бычий глаз. Не имеет значения, что вы найдёте, кошачий глаз может попасться. Пожалуйста, глазковые агаты, они вообще несут защитные функции, не только для ваших вещей, разрушая негатив. Находясь на теле в виде клона на цепочке или вмонтированные в перстень, когда вы находитесь среди людей, они выполняют защитную функцию. То есть избавляют вас от негатива, который, возможно, прилетел от чего-то недоброго взгляда, тем более скандала, вызванного где-то в общественном месте. Там это, конечно, табу для всех, желающих нарушить ваш энергетический покой. Так что мотайте на ус, они могут использоваться и как украшение со значением, и освобождать вашу вещь с чужого плеча от излишних историй. Даже того, что я сказала, вполне достаточно для того, чтобы попытаться побороться за ту вещь, которую вы принесли. Надеюсь, вы понимаете. Если вещь с бирками, и явно ее никто не одевал, она не требует никаких приготовлений, но как только вы ее сделаете своей, и вдруг появится подружка, которая срочно пожелает поносить вашу вещь, а потом вам ее принять в сте, я бы не стала этого делать никогда. Вы отдаете свою энергетику, хотите вы того или нет. Она же, примерив вашу вещь, и попав в какую-нибудь неловкую ситуацию или еще что-либо, возвращает вашу вещь уже со своей энергетикой, которая вам может быть чуждой и может изменить вашу судьбу не в лучшую степень. А то же у нас, знаете, как панибрасов доходит до абсурда. Не только вещь даем носить, еще и обручальное колечко даем примерять, а потом удивляемся, что наш мужья изменяет или уходит к другим. Но как мы относимся к тем сакральным вещам, которые нам попали в руки, так у нас и судьба складывается. И помните, пожалуйста, с вещами, которые принесены из секунда, с неизвестной судьбой, всегда должны проделываться следующие вещи. И избавиться от чужой энергетики бывает достаточно сложно. Как бы вы не исхищрялись при первоначальном, соленая вода и глазковый агат, все равно послевкусие остается. Для таких вещей всегда рекомендованы длительные проветривания. Они могут висеть на балконе дня 2-3, например, если балкон застеклен, чуть-чуть приоткрывается на проветривании стекло, и вот они там висят на веревочке. Свежий воздух в большом количестве уносит тяжелую энергетику как бы тоже весьма и весьма усердно. Поэтому после каждой стирки не торопитесь эту вещь заносить в дом, пусть она повисит. И такие мероприятия должны быть достаточно систематические. Чем больше вы будете эту вещь приручать в себе, избавляясь от чужой энергетики, тем быстрее вы ее будете носить без всяких последствий. Это вам такая маленькая история, дорогие мои друзья. И даже если вы посолили ее, с агатом она полежала, вот вы ее надели на себя, день рабочий прошел, вместо того, чтобы накинуть на трепель или на стул кинуть или в шкаф вернуть, повесьте ее, пожалуйста, на балкон, пусть она там выветривается. Вот так вот, собственно говоря, приучают такие вещи. Вы скажете, это все абсурд, но если это абсурд, то в принципе никто же никого здесь ни к чему не призывает. Мы просто беседуем. Но на всякий случай бережу, но Бог бережет, дорогие мои друзья. Из того, что мы не можем пощупать, но оно все-таки есть, для нас может идти как и тепло, и защита, и помощь во всех местах, так и разрушение. Поэтому не пренебрегайте подобными вещами на всякий случай. Так что, дорогие друзья, мы еще в самом начале пути по этой теме, но уже вполне достаточно для того, чтобы осознать, чужой энергетикой можно получить изменения в свою жизнь такие, что вам они явно не понравятся. Впрочем, и свою энергетику можно так мимоходом и свое счастье подарить кому-то, если сильно будете разбрасываться собственными вещами или идти на поводу своих подружек, которым вдруг захотелось именно вашу вещь. Думайте, прежде чем совершайте какие-то шаги, потому что за необдуманные поступки всегда приходится платить, а цена, как выясняется, несусветно дорогая. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok